Всем здравствуйте! Вот такое непростое решение было принято по монтажу сантехники. А теперь посмотрим, что получится. Первоначально, временно устанавливаем полотенцесушитель. В таком положении замораживаем трубы на уровне плитки. После чего снимаем его. Затем проверяем плитку на качество. В моем случае она оказалась слишком горбатой, что затрудняет делать углы. Приходилось дорабатывать. При укладке в ванной комнате применил два инструмента. Болгарку и миксер. Попробую с одной болгаркой без макрореза и плиткореза сделать качественный ремонт. Посмотрим, что из этого выйдет. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Собираем короб, как можно минимально приблизив к трубам. Затем производим замеры для точной подрезки короба. Аккуратно снимаем фаску. Также с внутренней стороны угла. Субтитры сделал DimaTorzok После чего замеряем остальные подрезки и режем. Далее сверлим отверстие алмазной коронкой для выхода унитаза. Примеряем еще раз, чтобы не ошибиться. Затем снимаем. И производим укладку готовых подрезок короба. Фиксируя малярной лентой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok После окончания всех работ производим затирку швов. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Затем отмечаем верхнее крепление, после чего снимаем полотенцесушитель. Далее прикладываем крепление к предыдущей отметке и отмечаем центр крепления полотенцесушителя. Затем берем алмазное сверло и сверлим отверстие в плитки. Для дальнейшего углубления применяем перфоратор. Вставляем дюбель и прикручиваем крепление полотенцесушителя. После подготовительных работ устанавливаем полотенцесушитель и прикручиваем его. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск. Будет интересно. Спасибо за внимание.